всем привет любителям будни трактористов и разных работников тяжелого сельского труда рад приветствовать на своем канале сегодня у нас 20 месяц июнь год 2014 от рождества христова мы находимся на полевом стане в деревне аржинеевка занимаемся ремонтом сегодня тракторов я буду менять трубку которую вчера у меня начала топлив насосе бить фонтаном олег будет ремонтировать воздух который вчера тоже в обед ремонтировал алексей будет менять колеса на культиваторе повезло вчера а ты переходник нужен тебя с комбайновского на какой-нибудь еще вот для дихо им подходит конечно подойдет на тот на комбайновске вот и вот и этот здоровый а тот маленький и я носил уже чем не пойти на белорусовский понятно так лег менять колеса 2 новых а чего колес подходит от у вас патриота да хоть кто-нибудь сказал да олег это у вас патриот колес да да серёг ее просто лег этот у вас патриот колес ну вот эти вот который при вот эти стоят вы карате тоже на 44 если на простой вас понял понял а ну на 16 чего ты обрадовался поставь начало ему меньше найдем там знаешь такой вход ну ну а это такой ход меньше белорус себя пойду у себя глян где в чем уже просто переходник за таску на белорусский олег тебе просто до таска на белорусский переходник ну какой такой вот видишь ресивер вкручивается то есть это не белорусский это еще тоньше эти где вы ебут такой ты олег заяву такие ехать домой отсюда блять крыло сырое сука стороны мои трубки трубки как они меня замучили ладно сейчас займемся снимем воздухом снимем этот воздушный коллектор и уже будет по месту дальше разбираться и 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 в и и а и и и и а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Да, это уфка. Это такой вот уф ульта 70, да? Какой это ульта 70? Она обломанная. Ульта 70 это нету. Нет, нет, нет. Это обломанная. Да не дизельная, ульта 70 такой тоже. Подожди. Так зуб похож. Мне кажется целиком. А вот это не кусок разве? Нет, нет, нет. Это отлив. Этот отлив? Я гляну, он вон там втулку стоит, смотри, на шпонке. О, блядь. А чего ж такая? Ну это не Т70, нет. Нет, нет, нет. Говорят, вот этого зуба нету. А ты вторую еще поставь. Звездочка вот с этим выемки не поднимает. О, видишь какая интересная хуйня. О, какой я нашел. О, в интернете был вопрос, на хуй, а на хуй, будет на хуй. Кто мне скажет? Тут... Тут что-то написано. Тут есть какие-то штамповки, а хуй, тут найдешь сейчас сюда. Найдешь щетку почисть. Блядь, самому не убиться на хуй. А Серега по мелке бороду на хуй, а голову. По голову? Да. Теперь шишка вон скачала на хуй. Что-то есть, да. Я задумал куда-то. Цифры. Сейчас туда буду готовить, узнаем. В интернете зайдем. Серия партия. Да. Это, блядь, при царе Хорохе, наверное. Не видать, Лех? Пятерку вижу. 450. Четерка, кажется. Ну тут сбоку сидит была, мне кажется, хуйня какая-то написано. Вот это. А вот это вот мне бутбки, вот это вот. Тут ты не ищи, тут он ехал на этих. Тут ты их ничего не найдешь. Кого? А зубы-то вот они. А? А зубы-то вот они. А, на вальцах-то, внутри-то. А, внутри есть? Он ехал на этом месте. Ну, да. Зубит. Он на нем не ехал, он его запас-то. Он не спастная лежал в кабине. Он и... Может от 1-й Т-70 снах? А может не Т-70 были? Ну да, как они были. Т-54 что-то назывались. Липецкий штуки были. Это у него. Наверное, он есть. ТЗ, вот смотри, ТЗ. А что это? ЛТЗ. ЛТЗ. Вот Липецкий с узкими гусеницами был тоже. Вот он. Это он. Как раз вот КД, наверное, Липецкий. Да, да, да. КД, наверное, Липецкий, который был. Который называют первый. Вот. Тебе реликвировал. А где у тебя чермет весь, кстати? Не заплывается, смотрю. Нормально. Все пришел. Моющий средство? Да. Все ты собирал? А у тебя лицо грязное. У меня 6 накачал. А у тебя лицо грязное. Весок особенно. Где-то на краник расслонялся. Прям полоса ровная. Ой, блядь. А у меня майка грязная. Я снял ее. Да и сам я не особо, блядь, симпатичный. Как поросенок нах. Весь испачкался, блядь. Ну и ладно. Не текет, и ладно. Сейчас помоем ручь. Что у нас там? Все нормально? Все нормально? Да. Ладно. Сейчас, наверное, будем собираться в путь дорог до дома. Кстати, погода хорошая, теплая. Грудик шкуренский. Где мы здесь все его сразу набирали. Пусть будет зоно. А ведь все же подпись. Пусть будет зоно. Пусть будет зоно. Светет Мы уже подъезжаем в байс фактически А вот наша Сурепка Правда в последний сев Май где-то конец мая Так что Еще расти России А вон чуть подальше Знакомый кун Который сажал нам картошку Максимов личный кун Междурядно обработка картошки Производит Ну а нам где-то осталось чуть-чуть Ячмень вот уже Часично выхалашиваться начал Через дорогу Вот Маяковский ячмень Уже выколотился Но не хранить всех Отсветный завод завели Кстати, вчера БТшка Бывшая наша Которая бульдогер Вон она на холме стоит Сейчас увидите Нанимали Как раз планировку делала За комбайнами Где расчищали Мы по технику Площадку Там сделали Бульдозер планировку Сейчас, наверное, Как раз там поставим Трактором 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 Сегодня какой-то день у них бурный. Больше пяти самосвалов стоят. Ну вот мы и дома. О, я теперь мазом занялся. Максим исправляет. Максим исправляет. Максим исправляет. приехали они сидят на лавке них они делают так чё нужно вставать тоже заправимся что раз максим решил заправлять всех а а а а а Я смотрю, он к тебе прилип, Максим, бензовосты. Зарбатый приезжал снимать меня, теперь ты, блядь. Чего снимать? Зарбатый приезжал снимать. Тебя фотографировали? Колос? Да. А теперь ты в газете будешь светиться? Ну, в интернете давно светится, газет тебе не хватало, конечно. У дома. А, у дома? Куда? С обеда. С обеда? Это что, на Александруху поедем сейчас? У тебя, чтобы эта хуйня не освободилась? Какая хуйня? Отбойник тут ел. Ну, и ты да. Мне хотя бы выходные подолбить надо. Да мне, блядь, продолбить две дырки только. А, ну, не хватило мне солярки с бензовоза. Кончилась в бензовозе горючка. Ребята вон ее сейчас доливают. Ну, вот на площадке теперь шикарная. За комбайнами, а? Сейчас здесь и поставлю. Ребята в бензовозе горючка. Продолжение следует... Целых сто литров не дозаправили мне бензовозом. Сейчас где-нибудь площадочку поставим. Вперёд. Один поставил и бог с ними. Мне нравится. Мне устраивает. О, кстати, на ку навесили лопату. Опять прошёл. Дядь Федя занялся мазом. Она тоже занимается. Что-то рулевой цилиндр снял. Поменял эти наконечники. Все. Кто-то пропал. Пойдём дальше, посмотрим, кто чем занимается. Где-то я Игорька видел. В районе комбайна. А ты чего заводил, да? Угу. Да? А что это поднял? А, у тебя на этих, на замке? Да. Нос. Итиос. Выключай, как? На патенту, блядя. За патенту я по экспромт. Ты на слова вкратце и они не поймут. Так, пружину, да. Ты хочешь что-то сделать с пружиной, короче? Ты хотел бы рычаг увеличить. А, ты хочешь туда вставить эту хуету? Да. А за счёт чего тебе увеличится? Ну, то вот крепит. Вот он рычаг. А то будет вот. Вижу у нас. Вот тут упрётся, наверное. А у тебя что, не грейд, да? Да, ну, потом, когда, ну, под ломом, когда маленьким, монтажкой. Поднимаешь, что-то не осиливаешь. Там большой дел. Так и принцип. Понятно, понятно. Опять ты деньгу зашибать будешь на Неве. Смотри. Ты его рожать весь проебёшь, на, дядька. Ты хоть сюда что-нибудь заткни. Да потом надо сварочкой вот так вот плавку наложить. В общем, не добрали в том году, ты ёбаный врод. Ты всё на землю высыпал. Нет, она в том году заебись. Да? Ведь за зиму так, блядь, проела. Мышцы, суки, прогрызли. А то мусор, как хорошо чистить, удобно. Смотри, чувак, сделай маленький сюда. Она уже была на подходе. Что ещё у тебя интересного есть, покажи мне. Подножка у тебя держится? А? Подножка держится? Ну, площадка, я имею в виду, у тебя творилишь, да? Где же? Всё понятно. Ну, ты первый, кто комбайном занялся. Да? К лесу поставлю. Ну, Олег какой спиздил. От БДТ? Да, на БДТ спиздил. Да, на БДТ спиздил. Стоянка тракторов теперь. О, красота. А тут всяких ламбов. Вот тут всяких ламбов. Что ты делаешь? прибор как поставить да ну хуя чем твой пол который макс макс привезли и тоже поставил а тебе не буду одинаково ничего не одинаково них цифры разные давление больше не будет все равно чем заняться то лех чет пятница идет очень охот все это мои шуршат гулять алина печаток те далеко не тушитель находится блять фу блять ты накурил тут ночью про курюм воняет и душно баночных бутылочных где-то другой придерживая не упаля олег зачем музыку ставишь мозг зачем поставил красная кнопка наверно ракет отпускать все время пассажирской заплесневела так чё тут есть я чё щупы такие значит они одинаковые все они отличаются на имя чё щупы нет ящик пизда ты не нравится а в этом чё документации мне показать вот где-то скачать комбайн добрынь 1500 нафиг вот этот аппарат блять дон переделанный мотор сзади блять нет дон то же самое кабин посередке поставили на доне уже нафиг бак сбоку стоит с той стороны нафиг а мотор сзади здесь площадку уширили и можно прямо вот здесь по краю моторному отсеку пройти короче площадка идет самодельная да все сделали они пошли мажь делать краснодарском крае мотор сзади стоит ага здесь здесь прям это троп идет и шнек подняли вот блять чуть ли не как у полезь иначе короче то есть не так вот низ как на дону а вот чё там зайцы сидеть витра убавляете знаете как ветра убавляются в траншею короче трактор ебать вентилятором мнете вентилятор кто мял ты мял так в болото заехал буксовал буксовал выехал блять а ветрам пиздано согнулся да да хуй ебать потом весело вытаскиваешь и новый ставишь охуел что примили блять потому что я его это у его рву славика не его забирал тачка твоя выезжай вот тут вот а крапивку но выехал на это не ебать приехал на ток ебать ветра вот так вот зерна вокруг собой а там блять столбик железный стоял блять решил походить по чермету друзья искать интересные экземпляры техники здесь вот в общем то и был была фотография в группе наверное я вылаживал автомобиль ЕРАЗ наподобие автомобиля УАЗ Буханки но Ереванского автомобильного завода тут кабина КамАЗа вот валяется кузов от автомобиля КРАЗ самосвал и кабина от него смотрите это кабина автомобиля КРАЗ вот на продолжение кстати это задняя стенка была от кабины но это передняя часть его даже сохраняя табличка внимание не держать стартер включенным более 20 секунд интервалом между включениями не менее одной минуты допустимое количество повторных включений не более 3 читаю карт ногами деревянной деревянной кабина обшитая вот такими вот с железом жестью короче уже вся прожняла ну фанера была слоеная фанера видать вот такие вот раритеты тут валяются ну это прям вот за комбайном НИО здесь остался кооперативщиков которые раньше работали на этой площадке где наша база кузов кстати каким-то цементом вот такая вот система ну вот и видать кабина сбоку сиденье ящик был из фанеры сделанный в общем вот кабина вот крепление наверное рулевое было рыча какой-то возможно была даже какая-то заслонка или подачу теплого воздуха либо отвитили либо печка еще не могу сказать точно ну вот жесть отгибаем здесь деревянные каркас ну ладно пойдем дальше тут еще от камаза запчасти лежат от дела вот кабины и и и и и и пойдем дальше посмотрим чем занимаются люди я там что-то ничем не занялся предвыходной день все работы начнем с понедельника сильно готовится наверно к уборочной компании ребята уже видели что комбайна уже начали присматриваться и обдумывать фронт работы итак друзья подписчики и просто люди которые первый раз посмотрели это видео прощаемся с вами ровно на два дня до понедельника с понедельника начнем наверно плотно подготовку техники к уборочной страде комбайнов грузовиков сейчас уже началось подготовка кое-где сортировок потому что до уборщи остается примерно 20 дней в том году начали где-то 10 13 числах июля в 15 числа обычно начинается уборочная в июле у нас в нашей полосе центральной что хотел рассказать вам в принципе с обеда ни хрена мы так и не делали прошлялись проходили теперь все с понедельника начнется наверное начну работать с автомобилем масс подписывайтесь на канал друзья увидите первыми увидите подготовку техники увидите ремонт техники технической обслуживания комбайнов автомобилей увидите уборочную самый передовой самого сердца этого процесса финала нашей тяжелой и трудной работы все пока ставьте лавки пальцы вверх подписывайтесь на канал делитесь видим соц сетях с друзьями а я с вами прощаюсь с вами был сергей тракторов канал будни тракториста до новых встреч пока ну и напоследок анекдот сегодня на военную тематику в общем все знаете что в армии все красят зеленые даже траву и вот как-то в один из прекрасных день в ракетную часть должна была приехать проверка с большим командованием с генералами с полковниками из дивизии ну и есть команда покрасить все в зеленый цвет в общем все начинают работать красит и в последний момент когда уже штабные машины заезжали ворота части оказывается что одна ракета и покрашена салат хватает краску с ведром бежит залазит по лестнице накидывает ведро сверху на ракету и оставляет ее так и краска сама стекает уйдет генерал то хорошо 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 подходит к этой ракете смотрит ведро висит на конце мы спрашивают что это такое есть то сердито но все растерялись один офицер это товарищ генерал фотонный предохранитель генерал я вижу что фотонный предохранитель почему не покрашен